Итак, теперь вопросы. Пожалуйста, задавайте именно вы. Мы хотим попросить троих из наших предыдущих выступающих, а именно те, которые работали до кофе-брейка, Аника, Мика и Ове, чтобы они вышли вот сюда, на сцену, заняли место за столом, и чтобы имели возможность ответить на те вопросы из зала, которые наверняка будут. Аника, извините. Аника, пожалуйста. Да, пожалуйста, сейчас. Итак, вопросы любого свойства. Пожалуйста, приветствуйте. Иногда мы не дожидаемся, не дожидаясь вопроса в республике, просто подходим и даем микрофон нашим гостям. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Молодые документалисты из Петербурга, особенно, это касается вас, я уверен, что у вас есть какие-то, может быть, комментарии, либо вопросы к нашим уважаемым гостям. Итак, начнем с человека с короткой стрижкой или с длинными волосами? Скажите, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ксения Храбрых. И вот уже 7 лет я занимаюсь интерактивными медиа. В Петербурге есть кафедра интерактивного искусства, которую я закончила в 2012 году. Я хотела сделать небольшой комментарий по поводу того, как это происходит в России, свой опыт. До этого я училась на игровом кино. Сейчас я занимаюсь интерактивной документалистикой. Пять лет назад в России у меня были проблемы даже с объяснением слова «интерактивность» и «трансмедиа». Люди сделали большие глаза, а потом мне приходилось сейчас рассказывать, что это такое. Сейчас ситуация изменилась, но тем не менее, я хочу сказать, что государственных программ в России, которые работают в «трансмедиа» с интерактивными искусствами, их нет. Ну, нет их вообще. И, соответственно, у меня такой вопрос, я попробую его сформулировать. Дело в том, что я человек, который делает интерактивные проекты, я не делаю линейное документальное кино. И, конечно же, если мы говорим об интерактивном кино и поиске финансирования, мы понимаем, что это как бы вещь затратная, мы добавляем туда программирование, дизайн и так далее. И вот что в этом случае делать немногим режиссерам документального кино в России, интерактивного, которые хотят найти финансирование? Потому что ситуация, она как бы неоднозначна. Ну, вот, как бы, нужно делать какие-то работы, чтобы было понятно, какие есть возможности у автора. А как их сделать? То есть, не знаю, имеет смысл ехать учиться в медиашколы на Западе, или заниматься только краудфандингом, или есть шанс написать заявку в фонд, и не имея объемного портфолио уже готовых интерактивных проектов получить финансирование. Ну, мы понимаем, что интерактивных проектов сейчас и так не так много, потому что мы только на старте стоим, когда язык только создается. И, может быть, у вас есть какие-то рекомендации о том, как это адекватнее и разумнее сделать. Я уверен, что есть рекомендации. А, Ника, думаю, прежде всего, добро пожаловать в клуб очень странных людей. Никто у нас не понимает, кто чем занимается. Моя мама думает, что я вот непонятно, чем вообще занимаюсь. Например, вот, что включать телевизор в 7 утра, когда наша программа в эфире. Во-первых, у нас, в Швеции, у нас тоже нет государственного финансирования для таких проектов. То есть, конечно, выделяются какие-то небольшие субсидии на создание фильмов, но вот у нас у самих очень маленький бюджет. По поводу денег. Есть канадский медиафонд. В Канаде вообще есть 5 основных фондов. Эта информация появилась совсем недавно. То бишь, канадцы хорошо финансируют документальное кино. То есть, может быть, завестись ко-партнером, ко-продюсером в Канаде. Потом второй момент. Работать с платформами, которые уже существуют. Например, BitGirl. Это можно найти посредством Фейсбука, посредством Ютьюба. То бишь, вы не изобретаете велосипед, а используете то, что уже есть. Но следующий, мой третий совет, это работа с университетами, в особенности в области документального кино. Университеты заинтересованы в этом. Можно провести какие-то исследования бесплатно, так как это при университетах. У нас уже были вот такие проекты. Пытаюсь вспомнить этот проект. Может быть, мой коллега расскажет по поводу проекта Медея. Сейчас передам микрофон Уви, потому что он занимался этим проектом. Там интересно очень финансирование было. Они совершенно права. Очень важно найти подходящих партнеров. Прежде чем буду рассказывать об этом проекте, я сделаю шаг назад и расскажу по поводу интерактивного кино. Но очень много возникает возможностей, которых раньше не было. Это хорошо. Но единственное, у нас нет никакой модели действий. Если мы, например, сделаем шаги назад на 10-15 лет, у нас была хоть какая-то модель, которая объясняла, как происходит финансирование документальных фильмов. То бишь, вы могли бы взять эту идею, эту модель, и ее использовать, когда ищете финансирование для вашего проекта. А стандартной модели у нас, к сожалению, сейчас нет никакой по поводу интерактивного кино. То есть каждый проект уникален. То есть очень важно просто находить партнеров, которые подходят для какого-то конкретного проекта. Но, конечно, огромный плюс это, что больше возможностей на сегодняшний день существует. Вот как Аника уже сказала, если нужных партнеров нашли, которые заинтересованы в вашем предмете исследования, в вашей теме, которые заинтересованы в том, чтобы финансировать ваш проект. Так вот, вот по поводу этого проекта, про который Аника сказала, это интерактивный проект. Мы пытаемся создать архивный материал, который покрывает 100 лет, то есть он, который касается определенного города. Мы хотим просто этот архив возродить в этом определенном городе. Если вы даже проходите по этому городу, вы прямо видите, что это вот архивы перед вами, стоите в какой-то исторической точке, представляете себе, как это место выглядело лет 50 назад, например. И партнеры по этому проекту у нас местный университет этого города. Вместе с университетом мы пытаемся узнать, во-первых, как люди определенного возраста используют интерактивную мидиу. Очень важно, что университет финансирует отчасти хотя бы этот проект. Это замечательное партнерство. То есть это вот такого типа связи, которые необходимо вам найти. То есть это некая прорывная работа, как пионерская работа. То есть вам нужно самим находить свои источники финансирования, свои пути по поиску финансирования. Не знаю, сколько у вас организаций, выдающих гранты здесь, но очень важно искать гранты у разных организаций. Но, может быть, как-то выйти на международный уровень. То есть если вы некоммерческая организация, то можете подавать в огромное количество фондов. Не в России, а за границей. Мой совет таков. Ищите сначала организацию, которая заинтересует вашу тема, тема вашего фильма. Потому что если им тема интересна, может быть, они хотя бы направят вас куда-то. То есть хоть что-то подскажут. Как правило, документалисты, они работают сами. А сейчас настало время ломать барьеры, ломать стереотипы, работать вместе с другими людьми, основывать новые партнерства. То есть просто продолжайте замечательную вашу работу. Везде очень тяжело, но я уверена, что очень интересно работают документалистики. И очень вкратце хочу сказать и я. Я считаю, что первая платформа – это интернет, конечно. Во-первых, это интернет. Традиционный путь, конечно, это телевидение и фильм-фонды, кинофонды. Но сейчас мы видим, что происходят изменения. Например, финские фонды, финские вещательные компании, если они хотят сделать какой-то отдельный проект, они опираются в первую очередь на интернет. И по интернету также ищут и финансирование на следующий год для своих проектов. Второе, что я хотел сказать. Есть специальный фонд, специальные фонды, как NFP в Канаде. Также у нас в Финляндии небольшой фонд, о котором я сейчас думаю. То есть есть определенные фонды, которые выделяют деньги, в особенности на фильмы, которые базируются на интернете. Вот еще что важно. Есть частные компании, также есть, например, партнерство. У нас есть города, университеты, системы мобильной связи, мобильных услуг. Допустим, интернет-сервис Мочилла. Модзилла, который имеет очень серьезные ресурсы, в случае о том, как выполнять подобную работу. Поэтому мы не должны ограничиться только традиционным взглядом обращения к телевидению. Обратимся к вопросу, если у вас нет финансирования в своей собственной стране. Если даже субсидии снижаются, есть возможность международного сотрудничества международного производства. Вот это я имею в виду. У нас есть специальный форум, где можно представлять свои работы по трансмедии. Да, это то, что мы будем видеть в будущем. Канада – это единственная страна, которая инвестирует в трансмедии. Там условие такое, что если у вас нет второй платформы, то вы деньги не получите. То есть, условием было наличие еще одной платформы. Но мир развивается. Естественно, структура тоже будет меняться. Вместе мы должны заново смотреть, заново перерабатывать то, что мы делаем, иметь новые подходы. Да, вы должны. Я не говорил о том, что не делается в Канаде, но тем не менее. От Марии, конечно, нам предстоит еще много дополнительной информации завтра. Мне было интересно, Ольга, прежде чем мы обратимся к, может быть, более старому поколению, я вот еще хочу задать вопрос вам, как представителям более молодого поколения. Вы уже обращались к международному рынку возможностей финансирования. У вас был замечательный документальный проект. Вы думали уже о том, чтобы задействовать возможности транс-медиа в своих работах? Я помню, Балтийский форум в Риге, представитель фестиваля в Шеффилде. Он в разговоре с нами, мы с ним говорили, что он не рекомендовал, что вы можете, может быть, иначе построить свою работу, использовать элементы транс-медиа. Но мой, касается положения женщин в Туве, и он сказал, что, может быть, подобные истории, подобный сюжет могли быть найдены и в других культурах. Ну, если признаться, на данный момент, может быть, я не очень хотел бы это делать. Может быть, не в смысле конкретного проекта, но, может быть, как режиссера, может быть, и вы могли бы использовать элементы транс-медиа в своей работе. Но мой первый вопрос касался вот эмоционального увеличенности, эмоциональной реакции на то, что я вижу на экране. Мне важно, чтобы была эмоциональная увеличенность, а транс-медиа больше имеет такую, может быть, информационную нагрузку, информационную, какие-то возможности. Но при этом, может быть, вы не получаете тех обязательных эмоций, может быть, такой более журналистский какой-то подход в использовании этих новых средств. Для меня, вот для моего проекта, может быть, я не вижу, может, быть, какого-то определенного места для возможности транс-медиа. Но продюсер, мы обсудим это обязательно, может быть, каким-то образом мы сможем это интегрировать. Но в любом случае вопрос финансирования достаточно сложно обстоит на данный момент. Сложно найти деньги даже для традиционного форма документалистики. А для того, чтобы задействовать транс-медиа, то, конечно, это может быть еще сложнее. Ну, как вы считаете, это справедливое такое замечание, что транс-миссия более такое сухое, что это более информационное, а фильм это более эмоциональное? Нет. Надо смотреть на конкретный ситуацию, на конкретный проект. Допустим, проект «Бессонница» был такой, как некая проблема, которая нашла свое воплощение специальных проектов с участием в транс-медии. Ну, транс-медиа не обязательно используется, точнее, совсем не обязательно используется в каком-то информативном плане. Нет, это не способ выражения. Это вопрос, когда у нас ситуация такая недостатка финансирования и наличие новых технических возможностей, конечно, это делает, так сказать, исходную ситуацию непростой. Ну, на самом деле, интересно. Вот этот вопрос такой оценки транс-медии, как менее эмоционального или так уж чего-то более строго информативного и менее эмоционального. Ну, с такой постановкой вопроса я сталкиваюсь впервые. Может быть, зависит от страны, зависит от конкретной культуры конкретной страны. Есть очень хорошая работа организации «Гибридо Битс». У них есть определенная работа, определенные фильмы и определенные сайты. Кто-нибудь слышал? Кто-нибудь вывлечил этот проект? Абсолютно творческий проект, но там есть возможность получать информацию в полном объеме. Ну, и на самом деле, я тоже не совсем понимаю, где вот мы, где те средства, которые помогут нас заставить нас заплакать. Может быть, я добавлю одно. В течение последних лет столь многих проектов не было задействовано транс-медиа. Ну, могу сказать, что в половине случаев речь идет о низкокачественных проектах. Ну, поэтому нет смысла делать сайт, который никто не посещает. Поэтому нам нужно четко понимать. Первое, мы делаем фильм, и после этого мы используем любые доступные нам в медиасредства, в социальные медиа для продвижения, для провализации вашего фильма. Это не отличается от использования транс-медиа как таковым. Вы создаете сайт, потому что для вашего фильма требуется дополнительная информация. И, допустим, какие-то части не попадали в ваш фильм. Вы как бы таким образом поддерживаете ваш фильм. Третье, вы создаете несколько платформ, которые служат целям дистрибьюции. И только затем мы проходим к вопросу, что два-три года назад люди рассматривают эти возможности, которые давали гарантированному усечиванию эмоциональное состояние, переход от одного в другое, достаточно сложно, потому что здесь присутствует некая многослойность абстрактного представления. И могу сказать, что очень мало транс-медиальных проектов, они по-настоящему эмоциональны. Допустим, Альма, да. Но лично я могу сказать, что в Финляндии у нас очень быстрый интернет, но, несмотря на это, у меня некоторые вещи действительно наскучивают. Я не думаю, что обязательно каждый прогул должен нести черты транс-медиа. Это все зависит от конкретной истории, и не должно превращаться в самоцелье. Иногда, когда я общаюсь с производителями, с продюсерами, я говорю, а где же здесь элемент любопытства, элемент интереса? Ну, я в любом случае должна понимать, какие здесь существуют возможности. Мы иногда зацикли на этом линеарном мышлении во всем, что мы делаем. Поэтому, да, конечно, как было сказано, необходимо сделать множество кликов, это, конечно, утомляет. Нет, иногда невзятно кликать, можно просто двигать пальцами по экрану. Альма, это классический пример, когда вы не обязаны кликать, вы просто можете ограничиться движениями пальцев. Итак, я попрошу Ольгу к нам присоединиться и участвовать. Хорошо? Для ответа на вопросы. Пожалуйста, у нас есть еще три свободных стула. Нет, а вы, пожалуйста, постойте. Ну, не знаю, может быть, для вас будет вопрос какой-то. Итак, я, пожалуй, заберу вас. Забрал телефон, но переверну. Я просто хотел сказать вопрос по поводу эмоций. Вопрос по поводу... Ну, во-первых, я хочу сказать статум. Возможно, я не очень точно ее воспроизведу. О том, что новая форма, она появляется не для того, чтобы убрать старую или стать старой, для того, чтобы выразить новое содержание. Если мы говорим об интерактивных медиа, пытаться говорить, что это как кино, и может ли это быть как кино, это бессмысленно, потому что это некая вещь другой природы. И законы драматургии там немного другие. Еще совершенно непонятно, какие они, незаконы, принципы, потому что нет языка. Но это совершенно не значит, что эта вещь может быть менее эмоциональной. Там язык другой. Какие-то вещи, которые говорятся в линейном игровом или документальном кино, они, конечно, не могут говориться через интерактив. Но и через линейный фильм невозможно какие-то вещи рассказать, которые можно рассказать при помощи интерактивной документалистики. А насколько это может быть эмоционально или неэмоционально, это зависит на самом-то деле от автора. Можно и неинтересное документальное кино обычно сделать. Таким образом, стандартные документы могут быть более. Ну, мы видим несколько. Я имею в виду, что это не вопрос или более comment. Я думал о линейной стороне комнаты здесь. Где первая рука? Возвращаясь. Да. Я буду говорить завтра, но вот об эмоциональных проекте в Трансмедиа. Есть замечательный пример такого проекта, который на меня повлиял эмоционально. Называется «Гранита» о массовых убийствах в Ватемале. И о том, как свидетельствуют о выживших. Это пример того, как вы используете интерактивный подход, как эти элементы включаются в общие проекты. На самом деле, это чрезвычайно эмоциональное повествование получается, как раскрывается этот сюжет с помощью различных медиасредств. Спасибо. Спасибо. Если мы, если позволите, обратимся к более старшему поколению, ключевое слово здесь, что повествование было линеарным на протяжении уже двух тысяч лет примерно. Нет, но линеарным оно было примерно сто лет. До того нет. Вы должны посмотреть просто на восприятие вашей аудитории, посмотреть, насколько вам удалось. Ну, на самом деле, если вашим зрителям скучно, то вы должны найти что-то еще. Но вопрос остается в силе. Почему нам с трудно сделать шаг из сферы вот такого традиционного искусства в сферу трансмедиа? Почему мы боимся, или что нас сдерживает? Почему это нерешительно? Значит, вообще, девочка, я прошу прощения, я забыл ваше имя. Ксения, в общем, сказала очень правильно и очень четко. Но есть такой момент, что вот кино, оно как бы целостно и, ну, если хотите, одномоментно. То есть я, как рассказ, его вдохнул, выдохнул, посмотрел и получил некое эмоциональное впечатление. Что касается интерактивного, то есть подразумевающего некие действия с моей стороны, встречные, это уже, ну, действительно, совершенно другой, подразумевающий какие-то рациональные элементы, очень четкие в структуре, ну, что ли, в структуре вот этого восприятия, да? Это уже не только восприятие, это уже делание. И оно уже как-то делится. И у нас нет ответа на то, как сделать целостно и эмоциональным. Я видел много студенческих вот интерактивных проектов. У нас есть тоже факультет, вот, похожий, как у вас, Сеснина Ивановна. Значит, дисков, там, презентаций, сайтов, которые есть лучше, интереснее, эмоциональнее и так далее. Но это не кино, это совсем другое. Это как, если хотите, как книга с главами, с, так сказать, я могу посмотреть страницу номер 25, я могу посмотреть страницу 125, да? То есть это совсем другое зрелище, и вот действительно должна быть какая-то вот разработанная эстетика, тогда мы сможем ответить на этот вопрос, наверное, так. Я прошу прощения. Если эстетика создана, тогда будет легче ответить на эту вопрос. Я реально хочу... Потому что, давайте, давайте... Давайте, давайте расскажем. Что значит интерактивность? Когда Мусор делал ошибки сочиняем музыку? Он делал интерактивную музыку, потому что Умпертеги сказал, что ошибки вовлекают нашу аудиторию в поспорческий процесс. Интерактивность означает, что вы коммуницируете с фильмом в вашем уме. Вы на самом деле ставитесь отчасти создателем этого фильма, и поэтому так называемые традиционные эмоциональные фильмы, они по сути очень интерактивны в этом смысле. А теперь у вас просто появляется некий инструмент для того, чтобы уже сознательно этим процессом управлять. Во-вторых, я полностью согласен, линеарное мышление – это как бы заложник трансмедиа. С другой стороны, у нас есть некий поток, поток этот стрим, он не обязательно линеарный. Если у нас должен быть присутствует какой-то поток, какая-то непрерывность, если этого нет, то мы на самом деле не можем быть эмоциональными вовлечены в него. Дмитрий Кабаков, фильм директор от Москвы, я говорю русский. Мне кажется, что вот в контексте того, что только что было сказано, любое искусство, действительное искусство, это оно по сути своей интерактивно, поскольку и кино. Поскольку оно основывается на действии того, что показано и что не показано. И сильнее действует то, что не показано, и в этом оставляет место для зрителя, чтобы войти в эти лагуны, в эти пустоты и самому дополнить. То есть кино, по сути своей, интерактивно, то есть контекстуально. Но мы сейчас начинаем воспринимать документальное кино особенно, как некий поток информации. То есть зритель воспринимается как пассивный элемент, которому надо впихнуть некий объем знания или информации. И в этом смысле наш разговор о интерактивности, есть просто возврат к истинному кино, на мой взгляд. Итак, может быть, какие-то еще есть вопросы? Мы не обязательно должны ограничиваться вопросом трансмедиа. Можно говорить о поддержке кино, о участии в институтах государственных. Каким образом можно вернуть деньги, потраченные на трансмедийный проект? Как можно заработать на трансмедийном проекте? Потому что это важный вопрос. Какова ценность фильма? Должна ответить себе на этот вопрос. Не знаю, рублевая или долларовая ценность. Ну, допустим, да. Но, по сути, если вы, если, 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 нужно понять, что для вас ценно. Либо вы должны привлечь большое количество зрителей, либо вы должны привлечь какую-то проблему, большое количество людей. Ну, не все можно измерить деньгами. Даже экономисты, как бы, не всегда оперируют понятиями денег. Недавно мы говорили про разработку официального приложения для разработчиков. Трансмедиа на самом деле, это то, когда происходит неожиданное. Мы всегда... Допустим, если у вас есть какая-то злободневная история, злободневный сюжет. Ну, об этом можно разрешать по-разному. Первое, ну, конечно, можно рассматривать деньги, в первую очередь. Мы должны делать, проверить различия между краудсоусингом и краудфандингом. Есть другие возможности у нас получить плюс от интерактивного подхода. В Румунии был такой пример, что фанаты фильма были настолько страстны, что они перевели фильм на три языка сами, что люди, это было настолько небезразлично, что они сами это сделали, сами обеспечили перевод. Краудфандинг обеспечил выход DVD, опять же, на трех-четырех языках. Да, иногда мы можем в чистом виде говорить про деньги, а иногда мы говорим просто о том, как мы вот за счет таких средств можем, как бы, сэкономить на некоторых расходах. Еще один пример хочу сказать. Американский проект «Насилие в отношении женщин в Америке». Поготовлен фильм, который использовали в компании на измене закона государственного. И на самом деле этот фильм привел к тому, что законодательство было изменено в пяти штатах Америки. Есть еще один фильм, называется «Лайон», «Лев», «Лев», «Лев» изнасиловал его в Америке. И после этого разработано специальное приложение, которое можно было купить в iStore. У каждого есть телефон, и была возможность набирать определенный номер, когда вы находитесь в проблеме подобного рода. Вы можете направить свой адрес или свой телефон. Если, допустим, вы чувствуете, что рядом с вами какой-то агрессивный человек, можете нажать кнопку, просто и ваш друг получит соответствующую информацию и сможет вам помочь. Это приложение было скачано почти 30 тысяч женщин после трагических событий в декабре прошлого года в Индии, громкого изнасилования. Некоторые организации просто закупают, так сказать, целенаправленно вот эти приложения. Поэтому организация сама берет на себя расходы подобные. И поэтому люди, которые делали фильм с соответствующей проблемой 7 лет назад, естественно, они не думали, что он получит такую практическую реализацию в жизни. То есть вы понимаете, что это один пример, когда вдруг у вас возникает потенциал такого рыночного характера. Есть и другие примеры. Вот, пожалуйста. София, София, да, конечно, не Ольга, да, я хотел сказать София. Вы про... Здравствуйте, София. Про краудфандинг знаете что-нибудь? Он существует вообще тут? Это хорошее действие, с точки зрения? Вы же продюсер. Да, конечно, идея очень хорошая. Если вы могли бы... Если вы можете дать вам возможность найти деньги, ну, это уже очень хорошо. Это один из способов обеспечить финансирование. В России действительно существует краудфандинг-платформы, и в последнее время... Ну, по крайней мере, про это... То есть если еще года два назад про это вообще никто не знал ничего, то сейчас, в принципе, еще многие документалисты находятся в активном поиске и думают, стоит ли им воспользоваться платформой краудфандинг. Мне кажется, это хорошая идея. В любом случае, нужно использовать все возможные шансы. Я не знаю ни одного очень успешного проекта, который смог бы собрать много денег. Мне кажется, это во многом связано с русской ментальностью. Мы, в принципе, не готовы платить денег, а лучше вообще все получать бесплатно. Вот. Но я считаю, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. По крайней мере, попробовать нужно стоит обязательно, если нет денег. Почему нет? Обращусь к территории. Может быть, кто-то из вас, из присутствующих в зале, имеет проект, который, как вы думаете, мог бы быть финансирован отчасти через краудфандинг? Все это время... Меня зовут Качкин Сергей. Режиссер документального кино. Все это время, пока я слышу дискуссию в отношении краудфандинга, я думаю, наверное, я все-таки начну в отношении своего проекта это делать. Наверное, я сделаю это, потому что мне осталось всего на эти деньги на постпродукцию. Наверное, я смогу заманить аудиторию это сделать. Наверное, наша дискуссия меня сейчас подтолкнула к тому, что я уже почти согласился сам с собой на процентов 70, что я это сделал. Но нужно найти очень нестандартный путь, потому что, что сказала Софья, просто так в России деньги никто не даст. Ты там ему объяснишь, ты будешь в титрах? Never mind. Титры... Ты мне дай что-нибудь интересное взамен. Или нужно быть очень известным режиссером, типа как Гарри Бардин. У нас в России есть мультипликатор. Тогда он возможно. Но скажи немного о проекте. Я имею в виду, что бы квалифицировать проект в России. Так что ты должен сказать немного о проекте. Как ты думаешь, что он может работать в России? Мой проект. Если у вас есть специальный проект, который вы бы хотели тестировать. Ну, допустим, если у вас есть какой-то конкретный проект... Проект, который... Сейчас он приобрел еще большее значение. Это проект, касающийся политических заключенных в советское время. Сейчас это музей политических репрессий. Вот. И в этом году была очень большая проблема в нашей стране. Это не то, чтобы музей хотят закрыть, но тот форум, который там проводился международный, его в этом году не провели. И это был большой шум в стране. Еще одно, как бы, дополнительный такой маячок, что у нас в стране все прикрывается. Вот. И я не знаю, хорошо это для фильма моего или плохо. Я... В нашей стране так все быстро меняется. Я закончил снимать 95%. 95% is complete. What's the post-production? No, no, no. What's the whole? What's the shooting? Yeah. And the post-production, what would that cost? Post-production, сколько вы стоило бы у вас? Как вы думаете? Ну, зависит, конечно. Нужно посмотреть. Какие тысячи евро? A little bit more. A little bit more. Okay. Plus музыка. Ну, может быть, 15 плюс музыка. Ну, может быть, была бы возможность как-то набрать это, собрать это в России? Ну, я знаю, насколько я знаю, ну, на самом деле, люди не очень интересованы в том, что касается политических репрессий. Ну, на самом деле, я так считаю, что многие все-таки не знают, что происходит в России. We do care. Russia is on the front page every bloody day in Denmark. На самом деле, Россия, каждый передовица практически в Дании касается России. Ну, ваш фильм отчасти о сегодняшнем дне. Да, конечно, это о том, что происходит сейчас. Все это имеет некую такую отсылку к прошлому, но, по сути, речь идет о том, что происходит в данный момент. Когда я начинал делать фильм, я, так сказать, был кримистично настроен по отношению к тому, что происходит в стране, и сейчас это уже не так. Okay, can I shift to another? Gintys, as a producer. Итак, Gintys, как продюсер, с большим количеством работ, вы рассматривали вопрос, возможно, используя краудфандинг? Да, ну, и сколько я знаю, в Латвии это очень популярно для молодых режиссеров, которые делают свои краткометражные или первые малобуджетные фильмы. Это очень популярно, использовать такие платформы, и они довольно успешны. Но сколько я... Ну, я в прошлой неделе слышал истории, которые не касаются кино, но касаются краудфандинга. Это был рассказ об одном молодом марафонисту, который по горам этот марафон делает по всему миру, и ему не хватало денег, чтобы какие-то горы там в Японии, чтобы этот марафон сделать. И он продал через интернет, через твиттер, эти воздушные километры его марафона. И его это удалось в течение трех дней. И, по-моему, это стиль мышления, как можно продать тоже документальное кино. Ну, ладно, ну, вы сняли 95%. Я продаю оставшиеся 5% для моих потенциальных зрителей. Это, ну, только, ну, немножко мозгом поработать, и можно найти способ. Вы же ставите фильм про Ригу. Если у вас, например, не хватит денег, можете отправиться ко всем жителям Риги и сказать, что вот не профинансируете ли мне не хватает? Ну, да, конечно, но мы-то еще в самом начале. То есть мы начинаем собирать деньги, воспользовавшись традиционным путем. То есть я смотрю на это как некий инструмент маркетинга. Хороший инструмент, надо сказать. Это вообще прекрасный инструмент для прекрасных проектов, кинопроектов. Ну, по поводу продакшен, даже не знаю, сработает, нет. Все говорят, что вот в России не все так щедры, не хотят давать деньги. Может быть, надо просто более активно продвигать проект, и, может быть, тогда его поддержат. У нас есть примеры того, что, может быть, продвигать часть проекта, может быть, или, может быть, все подпишут петицию, чтобы проект поддержали. Может быть, такого типа шаги возможны в Россию. Потому что, наверное, они для фильмов тоже сгодятся. Хорошо, что я нахожусь в России, а то меня бы могли за этот ответ больше в Россию не впустить. Мне кажется, у вас есть иллюзия представления о России. В России 80% населения никогда не выезжали за границу. Качество интернета в России, если мы говорим покрытие по всей стране, оно не очень высокое. Количество образованных людей, которые понимают, что такое краусфайдинг, платформа, или, там, я не знаю, кросс-медиа, оно очень невелико, количество этих людей, к сожалению. Более того, среди этих образованных людей количество людей, платежеспособных, тоже не очень большое. А те, которые готовы платить, оно еще меньше. Я не хочу сказать о том, что эта история, конечно, важна. И она, безусловно, наверное, будет развиваться. То есть мы сейчас стоим в начале вот этой цепочки, в начале пути. Но вот даже я, когда я захожу и смотрю те предложения, ну, например, там, на каком-то ресурсе, где люди просят деньги на различные проекты. Я честно вам могу сказать, вот, например, вчера я заплатила тысячу рублей, а у нас есть такой телеканал «Дождь». Он считается самым независимым интернет-канал. И они запустили новую услугу. Теперь, если вы хотите смотреть этот канал, вы должны заплатить. До этого они делали все это бесплатно. Нужно заплатить одно тысячу рублей. Это очень легко сделать. Это занимает примерно секунд 40-50. Я это сделала. Дальше я пыталась оплатить «Большой город». Это есть такой журнал. Вот там сама платформа, я не знаю, как это технически правильно называется, но сама схема того, как оплатить, очень неудобно. Это занимает много времени. И люди, конечно, на середине 100% это бросают. Я хочу сказать, что, во-первых, здесь важна первая техническая составляющая, чтобы это было удобно для пользователей. Это раз. Второе – это идея. Очень часто ты смотришь на кусочек трейлера или описание, и люди просят денег, но тебя это не цепляет. Я пока вас слушала, вспомнила историю. Я все время была продюсером программы «Намедние». Вот те, кто наши соотечественники, они знают, что это такое. В 2002, по-моему, году была уникальная история в Соединенных Штатах. По-моему, это история самого успешного краусфайдинга. Молодой человек разместил в интернете видеоролик 30-секундный, в котором он держал в руках очень милого кролика и говорил, что он любит этого кролика. Это член его семьи, но у него больше нет денег, и если до сегодняшнего вечера он не найдет денег, то он придется ему кролика утопить. Это абсолютно реальная история. Парень собрал миллион долларов, потом его нашли сотрудники в Берму, делали про этот материал. Это я говорю к тому, что если вы хотите, например, чтобы вы собрали деньги на постпродакшн, то идея должна быть такая, чтобы она цепляла, и техническое исполнение должно быть легкое. Тогда все получится. Извините, что долго. Хочу еще добавить, важно не просить денег, надо предлагать опыт. Если вы предлагаете опыт, то вам придут деньги. Помните об этом. Очень важно узнать об интересах вашей целевой группы, чтобы им что-то предложить. И не забывайте о международной аудитории. Ну что ж, время у нас подошло к концу. Есть еще человек, который готов высказаться. Может быть, последнее замечание. Вы видите, что этот человек умудрен опытом. Это видно по его лицу. Он также умудрен опытом именно в России, в работе с русскими людьми, что очень важно. Какие возможности существуют в России? Для 10 лет назад я принимал участие во встрече в Хельсинки. Там собрались деятели кино, российские и финские. Результат этой встречи таков, что финны приехали снимать в Россию, а русские при этом в Финляндию не поехали снимать. В чем же причина? Естественно, в России все гораздо интереснее. Россия более интересная страна, чем Финляндия. Я считаю, что это хороший пример. И это хорошее начало для любого человека, занятого в кино. Мы вот уже в России работаем с начала 90-х годов. Поэтому больше 20 лет уже. Наши фильмы, наверное, были самые успешные. Фильмы, снятые в России, нам удалось продать гораздо быстрее, чем другие фильмы. Я считаю, что вы в хорошем месте живете. Спасибо большое всем, кто сегодня пришли. Спасибо большое нашим экспертам. Замечательный день. Думаю, что завтра будет еще интереснее. Хорошего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.